Всем привет, друзья! На связи Дима Череватенко и сегодня обещанный бэкстейдж с записи трейлера «Кунг-фу Панда 4». Как вы знаете, мы постарались привлечь все эти самые голоса и в трейлер, и в фильм постараемся сделать это, в том числе главного героя Михаила Галустяна. Сегодня как раз будет процесс живой взаимодействия режиссера и актеров, в частности мастера Шифу и Панды По Михаила. Безумная благодарность вам за активность, за то, что поддерживаете, за то, что пишете добрые слова. Обязательно подписывайтесь на телеграм-канал, в котором выходят бэкстейджи, в том числе вы задавали вопросы, где будет информация о том вообще, когда этот фильм выйдет в вашем дубляже, в каких кинотеатрах, в каких странах. Все это будет в телеграм-канале, как обычно в списке кинотеатров. И также попрошу вас подписаться на Мишин телеграм, потому что ему тоже это очень важно. Он даже заходит, отвечает, общается там со зрителями, с подписчиками. В нашей телеге посмотрите скриншоты. Это очень приятно, поэтому тоже на него подписывайтесь. И давайте, я уже не буду отнимать у вас много времени, будем начинать. Фильмы всякие. Особенно если фильмы шли какие-то скучные, выключали, и там нужно было немножко придумать. Мы тоже так делаем. Да, мы новости выключали, и давай там сидим вдвоем и дублируем их. Да, да, там что-то прикалывались. Здесь еще, понимаешь, какая штука, когда персонаж остро характерный, когда ему есть чего нарисовать. Да, в этом же журналка. Это же такой вообще простор для творчества. Ты вот чуть-чуть, когда вот словил его основную суть, и начинаешь, в нем плаваешь как рыба. Здесь можно чуть-чуть похулиганить. Вот здесь можно добавить. И это очень отзывается хорошо в зрителях. Потому что когда человек не понимает персонажа, он чуть-чуть его свои рамки, он на него переставляет, и получается он скованный. А когда он нравится, и ты начинаешь ему еще свое добавлять, то это идеальное совпадение. А самое первое, получается, это, я же в кукольный театр ходил, это, получается, тоже такое дубляж. Ну, не дубляж, а озвучивание, то есть ты раз и даришь, что-то пытаешься сказать, там, сделать этим. Я волк. А когда гонорар получили за дубляж? Ну вот, кунг-фу панда. Я готов, если что. Пора тебе сделать следующий шаг на своем пути. Выходит, я больше не воин-дракона? Ты станешь духовным наставником долины мира. Внутренний мир. А, ну, голосом-то учителя, да? А, это он сам говорит? А кто говорит-то в голове упор. Внутренний мир. Еще разочек. Ага. Внутренний мир. Внутренний мир. Утренний пир. На завтрак зефир. На обед гуляш и гарнию. А можно я еще раз посмотрю? Он на утреннем пире уже, в принципе, там, с... А с гуляшевым гарниром он даже справиться не может. На завтрак гуляш и гарнию. Когда мы выложили в телегу кружочек, где Михаил без футболки, люди спрашивали, а зачем, почему? Ну, как бы это... Это не совсем обычный случай. Ну, кто смотрел с Михаилом интервью, он говорил о том, что Джек Блэк, да, который голос по... Он тоже это делал без футболки, потому что это создает лишние шумы, да, ты чувствуешь себя не так органично, а персонаж в кадре, он постоянно прыгает, смеется, кряхтит. Там много физики. И если вы будете делать это в одежде, да, тем более, которая там хрустит, щепит, то это может все пойти в микрофон. Поэтому вот такой профессиональный подход в плане того, чтобы не создавать лишних шумов, чтобы не сковывать себя, свое тело. А как вы знаете, актеры работают телом, и чтобы дать максимально много органики, ты должен включаться внутренне, в том числе физически. Поэтому Михаил вот без кофты. Это не из-за того, что студия Red Hat Sound там что-то сказала, нет, это просто это. Ему так удобнее. Ну и плюс в студии, когда идет запись, кондиционеры не работают, потому что лишние шумы, опять же, поэтому там жарко. Это тоже второй фактор. Вот, поэтому все нормально, не переживайте. На завтрак зефир, на обед гуляш и гарнир. Это какой-то облом. Там липсинга нет, я просто могу эту фразу сказать. Да, да, да. Слышь, скат, удар слабоват! Он спрашивает, что, у кого как? А у кого он спрашивает? У лисы. У нас в этом фильме появляется новый герой. Лиса, да. Да. Он у нее спрашивает, кто такой Тайлунг или что? Он как у нее спрашивает зловещий, типа, кто это или кто это? Кто это? Могущественная колдунья-перевертыш. Хамелеонша. И как мне найти эту хамелеоншу? Хорошо, как проговорила, только хамелеоншу по букву. Прекрасно. Хамелеоншу вам нравится, да? Да, нравится. А хамелеониха вам не нравится? А она уже, поскольку прописана везде. А, ясно, жалко. Где это мы? Среди кидалы преступников. Постой, ты преступница? Отлично. Какой хороший характер здесь. Постой, ты преступница? Обдайте мне первый, я его повторю просто и все. Постой, ты преступница? Хороший, хороший, оставляем. Я с точки зрения того, что это будут слушать дети, им хочется сделать все самое лучшее. Детки, осторожней с фейерверком. Может, малыши сказать или детки надо? Малыши, поосторожней с фейерверком. Но если в конце, то лучше детки. Осторожней с фейерверком, детки. Детишки можно. Осторожней с фейерверком, детишки. Зачем нам тебе помогать? Чтобы вместе одолеть хамелеоншу. А тут вот хамелеоншу у него вместе в конце. А вы поменяли места? Это вы поменяли, да, в смысле? Потому что он там говорит together. Это он в конце говорит вместе. Здесь как раз менталитет Ричи. Все, я понял. Я был и остаюсь воином дракона. А, там дракона с кдыщ. Воином дракона с кдыщ. Я был и остаюсь воином дракона с кдыщ. С кдыщ. С кдыщ. У вас написано с кдыщ. С кдыщ. С кдыщ. С кдыщ. Хамелеонш. Я приведу тебя к ней на пару. Вот этот хорошо переход. Я был и остаюсь воином дракона. Ну какой из меня духовный наставник? Все в твоих руках. Вы о печеньке? Ты должен стать чем-то большим, чем ты сейчас. А еще рычит тут. Вот соперник, равный тебе по силам. И вариантиком сделаем. Чуть-чуть даже такой. Чуть-чуть добавить такое пренебрежение. Вот я-то хорош. Прям чуть-чуть. Вот соперник, равный тебе по силам. Старая ты бабка. Вот соперник, равный тебе по силам. А здесь вот знаешь, что я думаю? Мы можем здесь дублик сделать и записать. Вот соперник, равный тебе по силам. И она делает превосходную степень, понимаешь? Он говорит ей равный. Как по силам, так и, собственно, по росту. А она делает больше. И она становится уже неравной. Вот здесь можем вариантик сделать еще один. Сделать. Вот соперник, равный тебе по силам. Вот тогда получается игра слов. Да, мы с тобой очень похожи. Какая она? Но она чуть-чуть, она же чуть-чуть неправильно говорит. Он говорит скадыш, а она скадыш. То есть такая жалкая копия. Ну да. Плохо скопировала. Но мне моим сказать голосом? Или под... Вот сделать это? Можно сделать. Давайте посмотрим, как получится. Отойди. Сейчас я надеру себе задницу. А можно посмотреть? До свидания. Субтитры подогнал «Симон»